Приветствуем всех вас на канале Техномастер и сегодня в коротком видео я постараюсь сравнить три телевизора это LG, Haier и Philips на каждый из них у нас был обзор на канале поэтому вы можете перейти по ссылочкам и посмотреть эти обзоры сегодня я не буду говорить подробно о каждом из них но хочу обратить внимание на основные детали это матрица, звук, операционная система и качество этих телевизоров моя задача помочь вам в выборе телевизора с вами канал Техномастер и короткое сравнение трех телевизоров LG, Haier и Philips при выборе телевизора первое на что обращается внимание это матрица и это не просто так, потому что это самая главная деталь в телевизоре в LG, Haier и Philips используются разные матрицы LG используют как IPS, так и VA матрицы в зависимости от диагонали в четных 50, 60, 70 это VA матрицы в нечетных 43, 55, 65 и так далее это IPS матрицы Haier в телевизорах Smart TV MX использует VA матрицы но Philips не указывает какие матрицы они используют и это не так просто определить возможно это IPS матрицы, возможно это какая-то другая LED панель но по обзору вы можете обратить внимание, что в этих матрицах присутствует какой-то субпиксель который не делает картинку достаточно сочной и резкой IPS и VA матрицы отличаются тем, что при уклонении в сторону в VA матрицы цвета искажаются но в VA матрицах более сочные цвета и лучший черный цвет, более глубокий в IPS матрицах цвет при уклонении в сторону не искажается но черный цвет более серый если вы выбираете телевизор и будете смотреть на него в основном только прямо приблизительно с одной и той же точки то VA матрицы это лучший выбор, нежели IPS по качеству цветопередачи все цвета во всех телевизорах, как LG, Haier и Philips цвета достаточно естественные из коробки в LG мне цвета понравились больше мне показалось, что они такие, они настоящие, более реалистичные в Haier некоторые цвета мне показались немного перенасыщенными но это не критично я ни в коем случае не скажу, что цвета в Haier какие-то неестественные это достойный телевизор но в LG цвета матрицы мне показались более естественными в Philips цвета естественные но присутствие некоторой сетки и субпикселя они немного искажают цвет и резкость картинки подсветка у всех трех телевизоров задняя это плюс, потому что благодаря этому меньше засветов на матрицах при черном цвете по качеству картинки хочу обратить внимание что и Philips и Haier не уплавняют картинку а LG у них есть уплавнение и оно работает это означает, что фильмы с частотой кадров 24 кадра в секунду в LG вам будет смотреть комфортнее, нежели в Philips и в Haier но качество картинки зависит не только от матрицы и подсветки качество картинки также зависит от платформы, которая установлена в каждом телевизоре в телевизорах Haier и Philips установлен Android и поэтому он очень интересен многим людям в телевизорах Philips установлен Android 10, в Haier Android 9 LG использует собственную операционную систему WebOS многим нравятся телевизоры на Android потому что на них можно установить очень много программ к которым вы уже привыкли и которые вам знакомы потому что вы возможно используете телефоны на Android но несмотря на то, что в Philips и в Haier действительно можно поставить много приложений процессоры, они не позволяют вам, чтобы все это работало очень комфортно как мы уже говорили, что в них нет уплавнения видео помимо этого, процессоры в телевизорах Philips и Haier стоят Cortex A53, A55 поэтому эти процессоры приблизительно одинаковые но и справляются со своей работой они, скажем так, с натягом поэтому нельзя сказать, что это быстрые смарты с большими возможностями помимо того, что они не уплавняют видео они также не очень качественно справляются с некоторыми другими функциями например, если вы используете телефон и используя Miracast хотите транслировать видео онлайн и в Haier и Philips эти видео будут подтормаживать если смотреть видео, которое вы записывали на камеру непосредственно то, возможно, эти видео будут чуть-чуть лучше но они также будут подтормаживать поэтому присутствие Miracast в Philips и Haier не говорит о том, что это качество они, к сожалению, подтормаживают в LG немного лучше у них есть как Miracast, так и AirPlay и они работают достаточно стабильно но помимо этого, у них собственная операционная система WebOS на которую тоже можно поставить многие программы с помощью которых можно смотреть различные сервисы но думаю, что один из основных плюсов это то, что в WebOS есть уплавнение видео по качеству сборки могу отметить, что в LG лучше стоят радиаторы охлаждения на процессоре чем, например, в Haier к сожалению, в Philips у нас не было возможности разобрать поэтому можем сказать вам о Haier и о LG Итак, если вы выбираете Android TV то с такими процессорами эти телевизоры они будут более заторможенными чем телевизор на WebOS от компании LG учитывайте это при выборе В этих телевизорах установлены разные динамики В телевизорах LG и Philips стоят два динамика по 10 Вт В телевизоре Haier установлено два динамика по 8 Вт По качеству звука я бы первое место отдал телевизорам LG потому что у них хорошие динамики с воздушной камерой у них чистый звук и даже на максимальной громкости динамики не запирает у них такой достаточный запас мощности для звука В телевизорах Haier звук достаточно громкий но судя по их динамикам у них нет воздушной камеры он не такой объемный в нем не такие низкие частоты как в LG и свыше 70-80% громкости присутствует какой-то некоторый металлический звук поэтому качеством звука он уступает телевизору LG в телевизорах Philips звук качественный в нем мало низких частот и он очень тихий в принципе если вам не нужен сильно громкий звук то в телевизорах Philips звук достаточно достойный В отношении управления телевизорами хочется отметить что в телевизоре Haier есть управление голосом и у него минималистичный пульт в телевизорах Philips пульт инфракрасный и иногда им нужно метиться чтобы управлять телевизор потому что если вы не направляете его на телевизор а в сторону куда-то иногда он просто не попадает в телевизорах LG если это инфракрасный пульт то это очень качественный пульт у него нет голосового поиска но даже если вы направляете куда-то в сторону телевизор все равно реагирует на пульт но если взять UP77 это также 7 серия он будет похожим телевизор на UP75 у него уже есть аэропульт и таким пультом управлять гораздо удобнее если у вас небольшой бюджет и вы хотели бы Android TV вам не так важно уплавление видео то телевизор Haier это хороший выбор у него немного памяти но есть возможность расширения на SDK память в телевизоре Android достаточно важна потому что если у вас нет запаса памяти хотя бы 500 мегабайт то тяжелые видео воспроизвести будет сложно потому что каждый кинотеатр прогружает видео вперед используя память телевизора поэтому это важно учитывать но если для вас важно уплавление видео и достаточно хороший звук то телевизор LG будет лидировать среди этих трех телевизоров но если вам нужна помощь в выборе телевизора электроники или бытовой техники то вы можете обратиться к нам мы осуществляем онлайн консультацию и будем готовы вам помочь ссылочки на контакты в описании к этому видео также у нас есть телеграм-канал на котором мы публикуем акции и скидки ссылки на канал также в описании а в следующем видео у нас будет обзор на телевизор Samsung 7 серии и это будет интересный обзор потому что в телевизорах Samsung также есть уплавнение видео и оно работает не только в родных приложениях подписывайтесь на канал чтобы не упустить это видео а с вами был канал Техномастер увидимся в следующих видео